здравствуйте уважаемые зрители я евгений замятин эта программа мужская компания у нас гостях мастер спорта россии по рыболовному спорту алексей лазюк здравствуйте здравствуйте сегодня мы поговорим о рыболовной бельсне raptor алексей и первый вопрос вот я вижу что на столе лежат блесна raptor разного размера почему они разного размера но это для разных условий ловли для разной глубины алексей я вижу что блесна лежат только серебряного цвета но из каких материалов изготавливается блесна raptor эти блесна изготавливаются из низельберка серебра латуни и меди соответственно они все разных цветов на получил да есть разные просто у меня сейчас на данный момент не было по обрывался алексей но разный цвет блесен значит ли это что рыба предпочитает разные цвета в зависимости от каких-то обстоятельств да ну как бы тут еще фактор такой что рыболов какой цвет верит в тот и он и ловит как правило то но ты бывает иногда что вот ему надо допустим какой-то определенный цвет и ловит вот допустим на латунику или медь но я смотрю только серебро но я предпочитаю все равно серебро как бы в него верю у меня на него больше результатов может это просто вера кто-то верит в медь и ловит только на медь больше ни на какие блесна алексей скажи пожалуйста вот эти блесна raptor они как играет в ярусе воды они гвоздят или как-то сыпятся как они на это блесна она и с уходом в сторону подсыпается хвостиком виляет зависимости от проводки как заведешь как говорится опять же мы видим что у нас на столе лежит удильник пожалуйста расскажи об удильнике этот удильник я изготавливаю сам собственноручно он изготавливается из катушки уж пуля тудочки балалайка пенопласт и карбоновых листик удочка без кивкова очень чувствительная все прям поклевка в руку отдает то есть кивок не нужен кивок не нужен но даже если окунишка клюет и визуально как бы хвостик отыгрывает он показывает поклевку мне удобно я делаю под себя от как бы хват допустим но я держу вот к сидя когда на корточках я так вижу когда стоя вот так держу кто-то держит так то так но это уже как удобно рыболовка как приспосабливаться уважаемые зрители теперь мы переходим при открывании у занавесы рыболовных тайн алексей скажи пожалуйста и покажи какие виды махов или проводки ты используешь пиловлю на блесну raptor да здесь нет никакой тайны никакой также базовые проводки сбросы и рывочки резкие рывочки зависимости от амплитуды ну расстояние какого и паузы тут играешь на паузах но вот взмах большой со сменой горизонта рывочки также со сменой горизонта вниз идешь или вверх постоянно ну горизонт меняешь алексей а можно ли применять какую-то комбинированную что ли проводку ну надо им вообще надо импровизировать я импровизирую всегда на рыбалке подбираю под окунь такого нет что ты пришел и у тебя каждый раз одна проводка окунь сам подсказывает что ему надо начинаешь да можно сброс рывочек сброс рывочек можно просто рывочки делать пауза без пауз 3 рывочка сделать без паузы пауза и от со смены горизонта как бы ищешь знают такого чтоб нет постоянно одна какая-то проводка работала на все случаи жизни такого нет а теперь дорогие друзья переходим к тактике это практическая польза алексей расскажи пожалуйста вот мы пришли на незнакомый водоем у нас блесна раптор удильник и с чего мы начинаем рыбалку ну мы начинаем рыбалку с бурения лунок с поиска пробурили проверили луночку дальше перемещаемся мы не стоим назад на лунки не возвращаемся постоянно свежие лунки и меняешь глубину смотришь рельеф привязки какие-нибудь там может травка может коряжка чем камышок алексей но мы начинаем бурить лунки с какого-то же места вот как там от берега или на центр на на выйти водоем но если водоем незнакомый я начинаю с береговой линии всегда разбурят потому что как бы это ищешь окуня а за время рыбалки как много лунок приходится бурить по-разному в зависимости от клёва и от активности окуня иногда можно 30 пробурить можно 100 пробурить 80 70 и второй вопрос который мне очень интересно думаю вам уважаемые зрители какое расстояние рыболов зачастую может пробегать по льду но в среднем 8 10 километров за тренировку это как правило потому что цель не рыба цель поиск найти локации посмотреть как она стоит я-то убежден что для многих наших зрителей цель все же его поэтому дорогие друзья теперь мы с вами познакомились с блесной раптор и мы знаем что для того чтобы половить рыбу нам придется пробурить иногда до 100 лунок и пройти примерно 10 километров у нас студии был мастер спорта по рыболовному спорту алексей лазюк я евгений замятин мы говорили о блеснах раптор встретимся на рыбалке встретимся на рыбалке